Главная тема сегодня. В Ярославской области выбирают новый состав регионального парламента. Избирательные участки закрылись для посетителей, но в них до сих пор кипит работа. Члены комиссии подсчитывают голоса. Марина Смарагдова побывала в закулисье дня выборов. Ровно 8 часов все избирательные участки закрыли двери. Большой 12-часовой день выборов закончился. Он закончился для гаража, но не для избирательных комиссий. Мы закрываем 8.00. Выборы депутатов Ярославской области и новосозывов закончили работу. Сейчас здесь самое ответственное время. Идет подсчет голосов избирателей. Сначала члены избирательной комиссии гасят неиспользованные бюллетени и те бюллетени, которые использовались для тестового режима. Затем из переносных урн для голосования извлекаются те бюллетени, которые были заполнены горожанами уже на дому. После этого члены избирательной комиссии приступают к подсчету голосов. Число избирательных бюллетеней получено участковой комиссии у нас 1450. В самом конце рабочего дня не наблюдалось наплыва избирателей. Как правило, это люди, которые были заняты в течение всего дня. Чаще всего это дачники. И мы в этом убедились, задав вопросы последним избирателям на данном избирательном участке. Были на даче, у сына там ремонт. Я его целый день напоминала, что давай, давай, давай пораньше. Ну вот успела. В целом день выборов прошел вполне спокойно. Об этом говорят наблюдатели, которые находились все время на избирательных участках. Приходят, в общем-то, спокойные люди. Смотрят, выбирают, голосуют. Приходят с детьми. Очень много пожилых людей. Ярославцы были доброжелательны. Приходили на выборы целыми семьями. Мы еще не открылись, а народ уже сегодня стоял около дверей для того, чтобы войти к нам в зал. Мы 8 часов открылись и пошло. Все у нас произошло очень хорошо. Жалоб у нас никаких нет. На избирательном участке в Вознесенских казармах были Марина Смарагдова и Константин Дмитриев. Новости города.